всем привет продолжаем играть fallout и размышлять так не моя мышка не понял и чё на не работает у сейчас что-то мышка что-то мышка чё мышка не работает а все вроде работает короче система какая у нас сегодня так сейчас я загружусь сегодняшняя тема популярные ошибки программистов но в основном начинающих программистов эту всю информацию я я взял на различных ресурсах на различных сайтах просмотрел ну и в целом довольно как бы неплохие описание ну даже не писание а действительно акцентируется внимание на действительно популярных ошибках так сейчас перед тем как перейдем я еще раз с этим штрихом пообщались торговать пока не может там он вроде говорил что надо на юха нас вроде насколько я помню по моему надо в свечение тулить чтобы выполнить этот квест а если в свечение то там вроде радиация если там радиация то надо идти в хаб хабе прикупить по моему то ли антирадин то ли еще какую-то фигню ну чтобы чтобы не получить дозу большую дозу радиации так торговца это торгуем а может у него есть кто-то не возражаешься пойду с тобой пойдем опачки и куда вы пришли ладно сбегай сюда ну давайте начнем все таки о этих ошибках итак первое не первое я буду по очереди там с разных ресурсов подглядывать и и делиться с вами и делиться с вами так у этого ничего нету но на одном ресурсе вот человек который подготовил эту статью разделил их нам такие категории группы то есть и одна из них ну первая категория это детские ошибки ну так и называется детские и в чем же это зелено не надо первое у него стоит под пунктом 1 в детских ошибках это невнимание к деталям блин чё-то я не понял куда где выход могильник мне не надо могильник мне выйти отсюда не внимание к деталям что он перечисляет что он под этим подразумевает но не доформатирование текстов а если это юай какой-то то не доформатирование элементов форма элементов форм когда у нас что-то не доформатировано что-то чуть-чуть вылазит за края экрана что-то не выровнено и так дальше соответственно это это на самом деле вроде мелочи но 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 не такие уж и мелочи дальше отсутствие единобразие 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 в интерфейсе на форматирование текстов и расположение форм то есть как он говорит этот случай когда лучше безобразно но и дин единообразно то есть на самом деле да когда вы имеете вы программируете что-то и у вас несколько форм есть вот на этих формах все по-разному до в одной форме там окей и канцел и ну к примеру кнопочки в одном месте на другой форме вам показалось что надо в другом месте на третьей форме тоже и вот это вот разнообразие расположение основных элементов как раз и является неудобным 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 одна из ошибок популярных когда не учитывают возможности изменения размеров форм что тоже на что тоже важно ваше приложение его могут менять менять его размеры тянуть за края либо на мой взгляд жестко ограничиваете эту эту возможность так чтобы не было так ну не не было возможности изменить размеры потому что программа запускается на разных компьютерах с разным разрешением экрана а если это еще и там например мобильные приложения то 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 помимо размеров размеров самого вашего приложения во антирадин еще надо учитывать ориентацию кран сколько ого чё так дорого так это мне надо антирадина походу походу да блин он такой дорогой ну ладно так и чё у меня тут это есть хорошо так вот надо учитывать размеры 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 размера форм так сколько 99 дальше еще раз и дальше сколько 502 блин почти все деньги забрал а может я ему так что то дам так я тут бегаю потому что мне надо купить этот антирадин и сбегать в это свечение наверное продам вот этот десертил он все равно бесполезный он мне не надо он занимает какой то вес так сколько тут надо 518 убрать 518 вот так вот вроде бы да да нет спасибо поэтому нужно обязательно это продумывать ориентация экрана размеры что если будет другая ориентация как будут располагаться кнопки будут ли они удобны для пользователя это очень важно потому что есть программы которые как бы классные там по функциональности а есть конкуренты которые не такие мощные скажем так по функциональности но не очень удобны в использовании и предпочтение пользователи будут отдавать той программе которая удобна в использовании поэтому это популярная ошибка Поэтому о ней помните Дальше одна из ошибок Поддерживаю на все 100% Это использование названий Этих контролов Или графических элементов Которые предлагает сама IDE С помощью которой вы вытягиваете К примеру вы вытягиваете кнопочку Соответственно IDE сразу же называют Button 1 Вторую кнопку Button 2 и так далее В коде Когда такой код смотришь И его надо исправить Что-то добавить Ты в коде видишь что какой-нибудь Label 1 присваивается такой текст Ну а текст ты не знаешь какой Потому что он вычитывается откуда-то Кнопка там Смотришь обработчики Нажатие Подождите-ка Сюда по-моему можно было идти Или нет Нет Вот Смотришь обработчики Какие-то Button 1, Button 2, Button 3 Что это такое Непонятно Соответственно это добавляет Времени на Разбор Надо идти в форму Надо смотреть Если есть под рукой А если требуется быстрое исправление И под рукой этой IDE нет Слушай-ка дружище А радиа... Ого Уже облучение Я наверное антирогин приму Ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой Не та отмена Отмена Раз Вы Есть Давай-давай Быстрей Быстрей Так Свечение вот поэтому нужно давать правильное название этим контролам и этим элементам есть дальше ошибки какие ну чё он тут пишет он пишет что так сейчас подождите о вода да это и место помню сюда надо веревку веревку не наверное я сейчас еще один антирогин приму он на нарковые гони стать и и и веревку быстро веревку а куда мне ее примотать а вот по моему вот краешек да вот сюда примотать веревку и спуститься и спуститься и сейчас надо чё то здесь найти 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 какой счет отчета найти надо блин долго шарится здесь тоже наверное нежелательно потому как потому как у меня облучение я наверно сохранюсь и случае чего что была возможность была возможность переиграть потому что потому что блин а чего них ничего нету о вон ящички давай давай беги 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 дружище давай надеюсь тут ни с кем драться не надо будет тут же большая доза радиации о антирогин нормалек нормалек я его наверное вытяну еще себе так чем там еще пишет смешиванием разных парадигму процесс то есть смешивание процедурного и объектно-ориентированного программирования так и что он имеет в виду этот человек который написал эту статейку применение опы для отмазки совершенно согласен когда типа надо решить задачу там все но с объектами со все и когда это делается а бы как просто там не на тепляп лишь бы лишь бы применить да там и сказать то вот у меня классы есть там и все то лучше этого вообще не делать лучше просто написать какие-то функции в сишном стиле да ну вовну вообще не применять там классы вот это да удар на здоровье не потерял комп еще работает и это кто-то ухты походу походу вот это как раз можно и нести потому что он сказал сходи и принеси что-нибудь для доказательств так управление энергосбережения так основной на аварийный включен основной отключен перезапуск основного ошибка резервное питание включено и чё мне кто-то за это что-то о кстати тут ништяков нормально опачки винтовочка классная штука вроде бы насколько я помню нормально можно было валить с нее вот так вот если делать просто на тепляп а бы как было но в плане там реализации главное что по оп то то конечно же лучше вообще тогда ничего не делать но не то что ничего не делать лучше не применять эти классы не писать их так были на меня мало места не могу я не могу я взять максимальный вес давай-ка я все эти аптечки переложу а это сюда сейчас по одной аптечке попробую перетянуть одну тну плоскогубцы надо что-то ремонтировать пригодится но все больше не могу да чё это докторский чемоданчик аптечка первой помощи блин может но она мало вес маленький походу камни нафиг им надо ними что что тяжело динамидная на тяжелый наверное я вот это уберу от него толку носишь только с собой а блин нам было его продать ладно 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 давай на прибежим сюда в следующий раз сейчас еще первый уровень так гляну потому что здесь он лифт есть и можно еще спуститься я наверно пока до выделываться не буду потом попозже приду сюда вон я получил опять большую дозу ради ации сейчас я антиради напрямую и свалю отсюда так сейчас труп посмотрим чё у него тут а хотят что толку смотреть у меня нет возможности много носить так давайте в братство иди сильное кровотечение чё радиации много походу да походу да и походу мне надо а чё такой рад икс о надо было таких таблеток прикупить я да надо было на самом деле рад икса они этой херни купить ну ладно идем в братство так вот применение опы для отмазки не надо его вообще тогда применять если вы не видите действительно какие-то плюсов в применении опы дальше вы вернулись это эти подбежал бежал да и упал и понял использование глобальных переменных тоже наверно глобальные переменные ничего хорошего не дают кроме потенциальных багов потому что сложно проследить где они меняются можно не предполагать что они где-то меняются если вы уж используете глобальные перемены то конечно же задокументируйте поставлю поставьте комментарий что так и так везде где она используется напишите что она еще используется там то и там то что она может меняться теми то и теми то и ну и можете написать что использование глобальных переменных плохо но вас заставили это сделать вот так вот и тогда принципе никаких вопросов со стороны другого разработчика к вам не будут напишите что вам нужно есть у вас семеро детей их нужно кормить и поэтому вы вот решили использовать такой способ ну типа такого так давайте я сохраню я в принципе вроде выбрался то сейчас напарюсь на кого-то опять придется так идем в братство ну он пишет использование еще статических методов ну ну на самом деле для начинающих до лучше не использую для начинающих программистов потому что ну как бы самих статических методах ничего плохого нету но если вы начинающий программист и не можете точно точно себя обосновать для чего вы это делаете то конечно лучше лучше этим не заниматься особенно если вы не знаете разницы между статическим и и не статическим методом или функцией ох ты чё вы крутые когда вас много чтоб ты промазал мудак да и да я не успею блин хорошо что я сохранился вот так вот играешь играешь и неожиданно на каких-то беспредельщиков попадаешь и не тебя убивают так дальше дальше неправильные комментарии совершенно верно комментарии это помощник но не всегда чё это камни камни давай давай беги 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 Хотя с ними, если знать, куда они идут, если совпадает путь, то, конечно же, можно сказать, под охраной. Хотя, вроде бы, тоже можно нарваться на кого-то. Что-то я не могу... Помогите, помогите. А что с тобой? Тебе... Тут только кто ты. Я охранник на наш монстр. Такой огромный... Ооо, это, походу, рука смерти. Это самая злая тварь в игре Fallout. Рука смерти, она вообще безбашенная. Вообще никаких понятий нет. Ну, полный беспредельщик. Так, ладно. Неправильный комментарий. Что это такое? Ну, комментарий, понятно. Нужно документировать коды, нужно комментировать, что вы делаете. Но, на что имеется в виду под неправильными комментариями? Просто, абы, написать, знаете, тоже для отмазки. Нужно приучивать себя к качественному выполнению работы. И я могу сказать, всем нужно, и опытным, и я сам себя иногда заставляю все-таки доделать, знаете, не так, абы как. То есть, комментарии. Иногда думаешь, да, как-нибудь сейчас напишешь, а потом, а потом, а потом допишешь нормально. А потом вот это допишешь нормально никак не приходит, потому что куча других задач. А потом проходит время, иногда бываешь, смотришь, и ты понимаешь, блин, вот, ну, ты вспоминаешь, конечно же, свой код, но комментарии ты видишь, что желательно, чтобы они были получше. Так это свой код, а если чужой код? Так вот, фишка в чем? Лучше вообще тогда не писать комментарии, если абы как на тепляп. Так, сейчас, погодьте. А, он сейчас сходит, да, ладно, сейчас подождем. А, он открыл меня, теперь я, типа, могу идти, ух ты, 2000 очков. И, о, я стал послушником. Я в секте, ура, есть. Не, ну, это не секта, на самом деле. Сейчас я договорю про вот эти комментарии и расскажу, что такое братство стали. Комментарии. Дальше, писать очевидные комментарии тоже не надо. Ну, к примеру, в коде у вас 2 плюс 2, и вы пишете, ну, это функция складывает 2 значения, или функция суммирования, да, которая, ну, там, по факту одну или две строчки содержит. И вы ставите комментарии, эта функция суммирует 2 значения. Зачем? Оно очевидно и так. Не очевидно иногда, если есть магические числа, от которых надо отказываться. Но, к примеру, могут быть. Да вы пишете, что это число такое-то, и оно нужно для того-то. Либо это, там, ноль, да, либо единичка. С этой единички начинаются все айдишки. И это обязательно, там, ну, и указать ссылку, да, там, в базе данных что-то заносится, и все они начинаются с единички. Или, ну, ну, нужно давать толковые комментарии. А, а не писать очевидное. Так, он еще, конечно, пишет. Не описывать метод или класс. Ошибка не описать. А, да, ну, все верно. Если уже подходить к комментарии, к документированию кода, то лучше смотреть в сторону Доксижена. Очень крутая, классная вещь. Она позволяет и делать, создавать комментарии, и на основе этих комментариев генерить документацию. Видя HTML, PDF, там, RTF. Ну, очень много форматов. Поэтому, если вы не знаете, что такое Доксижен, то почитайте. Очень классная штука. И вы сразу, можно сказать, убиваете двух зайцев. И будет готовая документация, и код будет продокументирован. Там определенный стиль есть в Доксижене. Ну, так, сейчас я прочитал книжечку. У меня вроде еще была книжечка. А, нет, нет. Дальше он еще говорит о неоследовании кода конвеншн. Ну, что такое кода конвеншн? Коды конвеншн это обычно, ну, какие-то принятые принципы стандартов кодирования. То есть, это как называть переменные членов класса, как глобальные переменные, если они есть, как закрытые функции называть, ну, с чего начинать, да, там, как открытые функции, как классы. Какие отступы должны быть, где открывающие скобочки должны быть на новой строке или не на новой, и так далее. То есть, это все называется коды конвеншн. Стандарты вот этого кодирования в разной компании не могут немного отличаться друг от друга, либо сильно отличаться. Кроме всего прочего, в каждом, под каждый язык есть свои определенные вот эти стандарты. Так вот, если вы им не следуете и пишете в своем стиле, ваш стиль тоже имеет еще много подстилей, то это проблема. Проблема в том, что если вы так делаете, так же будет делать другой разработчик, второй, третий, четвертый, пятый, и код одного программного продукта может и будет состоять из многих модулей, но стиль кодирования там совершенно различается друг от друга. Соответственно, чтение этого кода затруднено и больше времени будет тратиться на чтение и на разбор, либо же больше времени будет тратиться на форматирование его в своем стиле. Я такое встречал в своей практике, бывало, что очень плохо отформатированный код, я, чтобы прочитать его, я его форматировал в том стиле, к которому я привык и к которому я работал. Вот, то есть я брал этот код, форматировал его и только тогда начинал разбирать, что там написано. Поэтому нужно следовать, обязательно следовать, нужно привыкать, выбрать для себя, то есть вы учите какой-то язык программирования, почитать коды конвеншены, какие есть. Но не надо быть упоротым, чтобы везде, вот раз они так говорят, самое главное, чтобы было удобно, удобно вам, чтобы вам было легко читать. Конечно же, вам может быть удобно писать все в одну строчку, но вы попробуйте другие коды конвеншены, коды стандарта кодирования. Потом вы поймете, что, возможно, так, как вы писали раньше, не совсем удобно. Вот, поэтому в компаниях обычно, ну, первый совет, да, это под язык, под каждый язык есть свои стандарты. Вот, постарайтесь выбрать какой для вас, вы знаете, какой у вас есть язык программирования и выбрать какой-то удобный для вас стандарт кодирования для этого языка и придерживаться его. Соответственно, у других программистов, которые пишут на этом же языке, стандарт кодирования не будет особо отличаться. Так, поэтому это обязательно, обязательно, обязательно. Много есть мелочей, я иногда видел, ну, частенько видел исходные коды там. Начинающих программистов, это просто в плане оформления, это ужас, ничего не понятно. Форматировано, черти как, там 4 пробела, там 2 таба, там, ну, это просто. Кстати, лучше вместо табуляции ставить пробелы, потому что табуляции могут быть в разных системах, по-разному, то есть где-то это 4 пробела, где-то 6, где-то 8, а пробелы в Африке пробелы. Так, ладно, чё у нас тут, как мне получше? Посвященный имеет право, так, обратись к Майклу. Мне действительно нужно лучше огнести, у тебя неплохая репутация. Так. А чё, мне броню дали? Жаль. Сейчас, зайти, я прочитаю. А, он просит чё-то помочь. К хабу, больше, если ты сможешь узнать, что с ним буду, я проверю это. Так, а мне ничего не дали. Может, я попробую поторговать с этим товарищем? Нет, он не хочет. Мне надо... Мэтт. Мэтт Томас. Мне надо кого-то найти, с кем поторговать. Так, давайте я сейчас про ошибки поговорим дальше, но я вкратце скажу, что такое братство. Братство это военизированная технократическая, технократическая, блин, организация. О, ах, да, у тебя на кое-какого товара. Гот, ух ты. Лучше или там наоборот. Ну да, не важно. Что тебе нужно? Вот твоя броня. А что, патроны? Блин, мне не надо патроны. Для дробовика, наверное. Пятимиллиметровые. Магнум нет. Блин, а сколько же там? Давай вот этих возьмем. Еще раз. О, так он что, будет бесконечно мне давать? А, все. Ладно, попробую я с ним поторговать. Поторговать. Ух ты, у меня броня. Броня братства. Так вот, братство. Технократическая организация, которая ставит своей главной задачей поиск и сохранение технологий. И сохранение технологий. Блин, надо где-то здесь барыгу найти. И напарить ему весь мой хлам. Барыги, барыги. Нет, это не барыги, это... Я, наверное, в хаб сбегаю. Так, откуда я вышел? Отсюда. А, кстати, да, в хаб. Потому что в хаб, он говорит, какую-то инфу надо поискать. Тут несколько уровней. Есть. Так. И главной задачей этого братства поиск и сохранение технологий. Братство встречается... Это, по-моему, единственная организация, которая встречается во всех... В сериях игры Fallout. Братство очень мощная организация. Довольно-таки мощная. Победить в бою их сложно, так как у них крутая броня. Ну и братство владеет целым арсеналом довоенных и послевоенных технологий. В них есть лазерное оружие, силовая броня, хирургические усовершенствования, боевые импланты. Так, соответственно, братство это одна из самых мощных организаций. Я сейчас напялю на себя броню вот это, чтобы все видели, что я... Что я серьезный парень. О, я похож на этих чуваков. Братюни, я ваш, я свой. Так, у этой надо книжки, да? Книжечек прикупите. Надо найти... 1100, да? Электронику, наверное, раз. Дальше научную книгу, два. О, пушки и пули. А есть ли все? Сколько это будет стоить? Нифига себе. 4000. Сенсор движения. Надо он мне... Так, пистолет 4, штурмовая винтовка. Нет, пистолет мне не надо. Б-б-б-б-б. А что это? Самогон, да? Хотя, может, в квасе каком-то и пригодится. Нет, магнум мне точно не надо, патроны. 2600. Так, короче, надо парочку книжек убрать. 3000, да? Значит, мне надо 378 еще. Блин, 378. Так, есть. Предложить. Так, 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 так. Сейчас прочитаю эти книжечки. Смотрим навыки. Мне это отмена. А, где тут? Легкое оружие 43%. 43%. Так. Почитаю сейчас книжечки. По идее, навык должен увеличиться. 43% там было. О, да, вон, смотрите, 53%. Зашибись. Значит, надо еще денег намутить. И прикупить еще книжечек. Итого, 57%. Легкое оружие. Легкое оружие это как раз винтовки. А вот винтовка мне как раз и поможет пойти и поубивать вот тех беспредельщиков. Так, какие патроны? Патроны 5 миллиметров должны быть. Ай-яй-яй, это не те патроны я купил. Да я 223, а надо было у того чувака 5 миллиметров брать. Блин, натупил. Может, 5 миллиметров. Хорошо. Ну, давай тогда я с тобой поторгую. Вот так вот, братство, это крутая, крутая организация. Патроны 5 миллиметровых нет у нее случайно. Нет, это не то. А я как-то так на книжки поменяю. 1200, сколько там две книжечки будет стоить? 1400, значит 216. Сейчас крышек мало. Уже 216. Ну, ничего, намутим, намучу патрончики и пойду. Пойду тех чуваков убивать. Кстати, куда их убивать, что-то я забыл. Так, читаем, читаем. Итого. 64%. Уже неплохо. Уже неплохо. Давайте я сохранюсь. Так вот, братство, да, что такое братство? То есть, братство одно из сильнейших таких военных объединений. И основная политика братства, это строжайший запрет до утра, 2 часа, строжайший запрет на распространение технологий вне организации. То есть, они такие сами по себе технологии собирают, сохраняют и ими пользуются. Соответственно, другим не дают. Ну и, соответственно, они, почему они и самые сильные? Одни из самых сильных. Можно сказать, самые сильные. Так, сейчас 5-миллиметровые надо патрончики. Это 0,23. Это 10 миллиметров. Только скажите, что у тебя их нету. Фигово. А где мне их взять? Ну, это 10, а мне надо 5. Ну, ладно, пофиг. Так, ряды. Ряды, ряды. Ряды, ряды. Так, нет, спасибо. Давайте пойдем дальше. То есть, вот первый Fallout. В первом Fallout, главной, единственной базой братства, это то место, где мы были. Да, оно называется Lost Hills. Что такое Lost Hills? Lost Hills, это представляет собой старый военный бункер. Это правительственный бункер. Одно из множества довоенных подземных сооружений. Ну, и это все находится на территории довоенного штата Калифорния. Так, нету тут ничего говорить. Может попозже. Может попозже. Готово. Ну, я, наверное, этих патрончиков где-то там поищу. Так, а история вот этого Хилза, да. То есть, бункер этот находился на консервации. И в октябре 2077 года подразделение армии США под командованием капитана Роджерса Максона вместе с семьями, детями и примкнувшими к ним гражданскими лицами распечатали и заселили, собственно говоря, вот тот бункер. И в течение следующих лет этот бункер перестраивали под нужды, ну, в зависимости от нужд организации, от нужд братства. Шарики. Че прикалываетесь? Шарики 12 калибр. 0,23. Мне надо 5, 5, 5 миллиметров надо. Нету. Ну, какие же у тебя гансы? Может, я с ней надо поговорить? Мне надо кое-что купить. В городе есть опасные места. Мне надо кое-что купить. Шарики. Да ладно. А, это, наверное, для пневматической винтовки. Так, на этот бункер, ну, где мы были, да, где сейчас братства сидит, неоднократно нападали. Поэтому его окрестности патрулируют тяжеловооруженные солдаты. Кстати, там если постоянно шарится, то иногда можно встретить такие патрули в силовой броне. Такие все они, ну, крутые, мощные. Внутри у них там жесткий порядок и дисциплина. Несмотря на обилие символики и атрибутики, внутреннее убранство предельно простое. В 2161 и в 2162 годах или годах Братства воевала с армией супермутантов. После чего получила признание жителей Тихоокеанского побережья. И контакты братства с окружающим миром активизировались. И бункер стал научно-исследовательским и производственным центром. Но потом он превратится в город. То есть это братство есть во всех сериях. Фоллаут. Так, ладно. Сейчас давайте я тут подумаю. Мне он сказал... Мне он сказал... Блин, что он мне сказал? А, поспрашивать... А, поспрашивать по поводу там какого-то товарища. Да, сейчас давайте я зайду сюда в статус. Статус братства. Спасти посвященного из хаба. Так, ну я в хабе. Я понял. Значит, нужно кого-то спасти. Так, ладно, побегаем. Ну, явно не тут, не в начале надо спрашивать, а где-то дальше. Итак, по поводу дальше популярных ошибок. Дальше следуют тактические ошибки. Как пишет автор, это они связаны... Так, сейчас карту открою хаб. Тактические ошибки. Они напрямую с кодом не связаны, но... С кодом не связаны. А больше связаны с краткосрочными целями. Блин, а тут куда-то можно вообще идти? По-моему, нельзя. По-моему, надо выйти. Да, я так и сделаю. Это, по-моему, край. Связаны с краткосрочными целями, которые преследует программист при написании там... Кода. Ну и какие... Какие эти тактические ошибки? А, вот этот товарищ... У этого товарища убили ослика. И надо помочь, да? Сейчас я выполню квест, получу опыт, прокачаю оружие. И тогда пойду и отомщу за ослика. Так, что это у нас? Высоты. Высоты. Блин, надо бы где-то карту эту открыть, что ли. Потому что... Потому что это фигня какая-то. Так, ладно, давайте я тут по высотам еще чуть-чуть пробегусь. Так, первое, да? Ну, как бы там не иметь цели, да? Первое из тактических ошибок. Не иметь правильной цели для проекта. Совершенно верно и поддерживаю. Что это означает? Первой целью при написании каких-то программ... Ну, в данном случае он пишет касательно студентов. То есть, первой главной целью при написании курсовых лап, дипломов... Необходимо ставить, поднять свой уровень. Ну, это и применимо к обучению. Если вы обучаетесь, учите какой-то язык, изучаете, то одна из главной целей должна быть поднять свой уровень. Поднять свой уровень. А не сделать... Ну, особенно, да, для студентов. А не сделать это на тяп-ляп. Лишь бы, лишь бы как-нибудь там сдать. Так, так, сейчас, подождите-ка. Я тут, я тут кое-что классное. Классно. Потому что... Угу, потому что... Так, ладно, вроде бы... Поэтому нужно всегда ставить себе цель. Не просто написать что-то, чтобы оно работало, работало хорошо. Было стабильно. То есть, нужно при выполнении любой задачи стараться поднять свой уровень. Стараться поднять свой уровень. Так, кто это такое? Это пьяница. Алкаш, нам не надо. Это бармен. Ничего не надо. Дальше. Он у себя так пишет. Не трогай дверь. Ух ты, а кто это? О, мне нужно поверить с деккером. По поводу чего? Работа. Кто вас послал? Блин, что тут сказать? Я ни от кого. Тогда ты никого не видишь. Блин, тогда я сохранюсь. Сейчас не то скажу, начну шмалять. Или не то скажу, он запомнит, и потом все. Работа. Я от Бет. Которая Бет? Не думаешь, что я от нее? Я бы тебе сейчас рассказал. Еще я думаю, но... Работа от Бет не катит. Я от Лоренца. Хорошо. О, разумеется. Найди торговца. Сколько? Где мне на высотах, на углу? А как ты знаешь, что... Поверь мне, я все узнаю. Ладно, я это сделаю. Мой помощник проводит. Вот гад. А ну-ка, сбегай я в полицейский участок. Потому что, как бы, торговца убивать не хотелось бы. Этот, судя по роже, не особо честный парень. Декер, о! Декер пытался нанять меня, чтобы убить. Отлично. Я уже знаю из других об этом плане. Ты последняя. Так, что надо сделать? Это... Так, а что мне надо сделать-то? Это будет непросто. И мне понадобится любая помощь. Плащу 1300... Мы можем отправиться... Типа-типа... Вот сразу и замес такой. О-о-о-о-о-май-гад. Я, как бы это... Тупанул. У меня нет ни... не потронул и сколько нас тут раз-два блин я тупанул надо было подготовиться надеюсь ребята разберутся за меня хрен там блин один уже лежит этот с ножиком ну вот так куда ты идешь блин с ножиком да надо загрузиться да фиг там я загружусь на 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 мучу патронов так на мучу патронов и потом приду так теперь я сохранюсь сейчас бегаю к шерифу и мне надо где-то намудить патронов иди отсюда нарковые блин и так сойдет что такое так по поводу ошибок да что такое так сойдет у него написано у этого автора да и так сойдет отсутствие цели приводит к тому что программы делаются на тепля то есть и он выделяет несколько под пунктов первое это размещение без бизнес логики в обработчиках событий так он пишет сейчас попробую с ним поторговать блин 14 миллиметров мне не надо 14 миллиметров как назло где мне где мне где мне намутить патрончиков сбегаю-ка я сюда так что он говорит да о размещении бизнес логики в обработчиках событий он пишет это наверняка самая распространенная ошибка которая совершает абсолютно все и по можем провести эксперимент пусть честные люди подымут руки если они помещали решение задачи в какой-нибудь он клик чтобы побороть побороть эту ошибку есть теоретически простой на сложной реализации метод но полезный да кстати прикольный совет вот метод какой сначала нужно написать консольное приложение а потом прикрепить к нему юай дельный свет вам сказать ну я не знаю я вон клик обычно не размещал логику хотя я не помню да не вон клик и обычно вызывал обычно вызывал там другие какие-то функции может когда-то и делал не знаю так может им не со мной поторгуешь да чё ж вы такие все желабы бомжи все с пухами стоят они у кого патрончиков нету а этот не хочет же разговаривать да а где то здесь был я сейчас вверх сбегаю так это тут по моему эти наркоманы да вот здесь находятся так дальше одна из ошибок тестирование приложений только на допустимых значениях до совершенно верно это это очень-очень и очень плохо ну к примеру вы пишете что-то и вы ну например калькулятор надо вы тестируете работу своего калькулятора не а тут у нас ребятками с ребятками какой-то давайте я сохранюсь тут у нас что-то с ребятками не то тестирование до тестирования только на допустимых значениях это это просто это на сто процентов ну к примеру пишите калькулятор и вы вводите там циферки в поле ввода и и вы тестируете на то чтобы он там нажал делил там все такое вы вводите только цифры все правильно но но кроме цифр надо ввести буковки надо ввести неправильные какие-то цифры надо ввести тварь блин да не мне без оружия там никак надо 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 вводить правильные данные о неправильные данные потому что когда вы тестируете только на правильных данных очень очень неприятно когда в ваше приложение падает только из-за того что ну там вы не не учли не учли то что случайно может буковка блин придется наверно мне пистолет купить и патроны ну блин а по-другому никак они все шмаляют а мне чё делать дальше хардкод на что он ой 450 хардкод пишет одна тоже из популярных ошибок что это такое это внесение конфигурационных параметров острота строковых литералов и магических цифр в код совершенно верно поддерживаем ну то есть это когда вы в коде как я уже говорил и в своих лекциях магические числа у вас есть магические числа так у вас есть магические числа до блин надо было дробовик купить давайте сейчас бегаем уже есть где-то дробовик то я прикуплю дробовик вот магические числа на самом деле проблема и сейчас хватает и в разных языках свои есть фреймворки библиотеки которые уже предоставляют готовые это классы для сохранения конфигурации поэтому лучше пользоваться ими чем вот так вот вбивать какое-то там какие-то магические числа потом если вдруг они совпадают сложно отличить одно от другого надо читать код ну короче это просто просто жесть если есть язык или технологии предоставляют вам дробовика нет если предоставляют вам возможность сохранять какие-то конфигии стандартными средствами то обязательно ими пользуйтесь копипаст копипаст тоже вредно копипаст имеется ввиду когда у нас есть дублирование кода то есть мы для решения какой-то задачи просто берем и копируем из другого других классов других файлов такой же код дело в том что плохо дублирование вообще плохо потому что при изменении исправление каких-то ошибок у улучшения функциональности получается мы в одном месте можем изменить этот код а забыть что в другом месте он продублирован соответственно ошибка как и была так она и осталась то есть потенциальная ошибка поэтому это очень плохо нужно копипаст избегать всеми способами блин может патронов надо прикупить все уху все это дорого 625 а мне нету столько 500 блин вот жила бы эти тоже красавцев братцы иди хотя я сам натупил не те патроны выбрал да нет спасибо ладно попробуем попробую сейчас с этим всем пойти и разобраться с теми мудаками но если с ними разберусь то меня повысится уровень а если меня повысится уровень то я прокачаю оружие если прокачаю оружие то я короче буду крутым парнем так ладно сохранить 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 так плохой дальше советы ну точнее ошибки на распространенные документации плохой короче описание документации на плохом языке на на плохом английском либо на плохом индусском либо на плохом китайском да это плохо эта проблема потому что носители языка да не я с ними не справлюсь мне вообще что бесполезно сюда идти я наверно пойду к полицейскому этому и скажу что мол я готов пуха у меня есть ствол 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 и пойдем с этим всем пойдем с этим всем дойдем поэтому нужно стараться писать качественно так это с автоматами с блин 22 процента нет 92 на тебе мне бы мне бы спрятаться за кого-то поэтому нужно постараться и переводчиком воспользоваться там помощью товарищей и написать и писать комментарий на стараться на х но лучше всего на английском потому что это уже более-менее такой интернациональный язык можно сказать и и в принципе его поймут все разработчики очень плохо очень плохо что у них столько очков действия просто в шоке вы не охренели ну реально более так это какой-то тупик тупиковая ветвь реально я не могу не не то задание выполнить ни другое так дальше 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 какие ошибки давайте быстро перечислю бы уже по моему час пишем так дальше несоответствие результата и цели так и это сохраню и продолжим следующий раз несоответствие результата и цели что это такое если реализовывать что-то на тепляп то то и результат получается посредственный любая программа решает некую задачу а вот реализация этой задачи и есть цель вашего проекта значит результат должен быть этой же реализации то есть например если вам дали курсовой на тему однопользовательская игра с графическим интерфейсом то вам нужно сконцентрироваться на игре на ее динамике на удобстве интерфейса на функциях характерных для игр ну и тогда на скорее всего вас будет интересная однопользовательская игра но в большинстве случаев студенты или начинающие концентрируются на на чем там что они считают важным и результате получается как бы не уделяет внимание всем деталям а какой-то определенной части и в итоге получается скучная игра или скучная программа о которой пользоваться неудобно которая обернута в стандартный какой-то интерфейс которую чтобы играть или работать нужно правильно в правильном порядке нажимать кнопки либо долго вводить данные потому что не предусмотрено что можно сохранять и и все такое соответственно получается вы не соответствуйте уже ваши цели и результаты ну как бы отличаются цель одна сделать а бы как ну и результат в принципе наверно такой же то есть одна из опять-таки сопутствующих проблем это недостаточная проработка теоретической части проекта то есть я об этом уже говорил вспоминал бывают встречаются такие проекты в которых непонятна задача которую они решают еще это программа делает с понять сложно не справки ничего нету чтобы ею пользоваться нужно еще 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 спросить у разработчика как не с ней работать в идеале программа должна быть такой человек запустил и он знает как и пользоваться но интуитивно да вот 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 то есть часто встречаются проектов которых непонятна задача ну как пример вот пишет автора учет книг в библиотеке или учет студентов в деканате как бы это разные цели но результат у них у всех один и тот же они по сути как братья-близнецы то есть форма редактирования поиска добавления новых записей это все это то что их объединяет но как пишет автор это не интересно и это неправильно если вы хотите добавить интереса ваш проект то опишите насущные задачи которые проект решает какие реальные процессы он автоматизирует не зацикливайтесь на добавлении и редактировании записей ведь в большинстве случаев руками никто ничего добавлять не будет все верно руками постоянно вводить какие-то данные это 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 не очень хорошо если что-то можно автоматизировать сделайте это да это может быть скучно неинтересно на ваш взгляд но без этого вашей программой пользоваться никто не будет ну а давайте на сегодня все про ошибки поговорим в следующий раз всем спасибо за так сохранюсь еще раз всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки ну и до новых встреч всем пока пока